Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» Обзор ежедневных событий, происшествий и мероприятий в изложении наших авторов Значимых для жизни горожан событий произошло немало Вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска Получится ли вернуться домой в случае банкротства? Ассоциация туроператоров обратилась в Госдуму с предложением снизить свои финансовые гарантии туристам У российских следователей день рождения Следственному комитету России 4 года Последствия возможны халатности Рязанка пытается доказать, что ее близкие родственники задохнулись в собственном доме по вине коммунальщиков Ну а теперь обо всем подробнее Прошлый 2014 год стал по-настоящему кризисным для российской туристической отрасли Из-за экономической и политической обстановки граждане России стали заметно меньше путешествовать за границу Туроператоры сообщали о снижении потока отдыхающих на целых 40% В итоге резко уменьшилась и выручка туроператоров Разорились даже несколько крупных компаний А в начале нынешнего 2015 года Ассоциация туриндустрии обратилась к депутатам Госдумы Чтобы несколько повременить с принятием нового закона об усилении ответственности туроператоров Как сообщает агентство Интерфакс, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение О внесении в Госдуму закона проекта об усилении ответственности участников туристического рынка И повышении уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы России Отмечается, что изменения направлены на совершенствование законодательства В части правового регулирования прежде всего выездного туризма В том числе на повышение защиты интересов потребителей туристических услуг И качество предоставляемых услуг На создание прозрачного и контролируемого туристического рынка На усиление ответственности туроператоров Вместе с тем ранее с критикой закона проекта выступила Ассоциация туроператоров России Участники рынка заявили, в частности, о том, что отдельные нормы проекта закона неисполнимы Мы решили узнать мнение директора одной из рязанских турфирм о планируемых изменениях законодательства И оказывается на практике, что и у туроператора А с миллионным оборотом Фин гарантий на 30 миллионов И туроператора Б, у которого 100 клиентов за год, ВИП Тоже 30 миллионов фин гарантий Здесь существует некое неравноправие Поэтому мы с вами не сидим в Госдуме Мы не принимаем законы Не придумываем все эти новшества Но есть реальные люди в Ассоциации туроператоров России Которые видят эту проблему, знают эту проблему и могут подсказать Отметим, что многие участники рынка не согласны с предлагаемыми изменениями В частности, в Альянсе туристических агентств считают, что данные поправки Модификации прежних, доказавших свою неэффективность инструментов И если закон будет принят в таком виде, то он фактически погубит турбизнес Никак при этом не защитив потребителя туруслуг 15 января 2011 года образован Следственный комитет Российской Федерации И уже 4 года работники ведомства расследуют сложные и порой запутанные уголовные дела Связанные с причинением насилия, тяжкого вреда здоровью или ущерба коррупционными действиями 15 января 2011 года был образован Следственный комитет Российской Федерации Первым звеном в системе преобразования следственных органов на современном этапе Было создание в 2007 году Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации На базе которого и было построено ведомство в его сегодняшнем виде В производстве следователей управления Призанской области в прошлом году находилось более тысячи уголовных дел различных категорий Из них в суд было направлено 540 Основное внимание уделялось расследованию уголовных дел об убийствах и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевших Борьба с преступностью является одной из приоритетных задач каждого государства И особое место в этой борьбе принадлежит органам следствия Несмотря на то, что структура является относительно молодой в нашей стране деятельность ведомства строится на принципах уважения и преемственности глубоких исторических традиций российского следствия Основы которого были заложены еще Петром Первым и которые в новых условиях работы постоянно развиваются При этом основная задача следствия остается неизменной Оперативное и качественное расследование преступлений Одним из важнейших направлений деятельности по-прежнему остается расследование преступлений в отношении незащищенных групп населения, в том числе детей Непрекращающееся насилие в отношении них это одна из самых серьезных проблем, с которой сталкивается все наше общество и с этой бедой ведет непримиримую борьбу, в том числе и Следственный комитет Всего в 2014 году было возбуждено 83 уголовных дел на зоне категории 38 уже направлено в суд для рассмотрения по существу За сухими цифрами и показателями каждодневный, нелегкий и напряженный труд сотрудников управления и в первую очередь следователей Как бы ни назывался орган, в какую бы структуру он ни входил следователь – главное действующее лицо, от которого зависит не только эффективность работы ведомства, но и степень доверия к нему граждан А сейчас трагическая история из жизни Рязанка Екатерина Григорьевна Гурина два года назад потеряла в один день свою дочь и зятя Они задохнулись угарным газом в собственном доме Женщина теперь пытается доказать, что причиной гибели стала некомпетентность коммунальных служб По ее мнению, трагедия произошла из-за засорившейся вытяжки в доме Трагедия, которая произошла полтора года назад в доме номер 106 на улице Ленинского комсомола взбудоражила весь город Супружеская пара задохнулась угарным газом в собственной квартире Вытяжка засорилась до такой степени, что перестала пропускать кислород в дом Горящий фитиль газовой колонки подвел черту под жизнями двоих людей Была засыпана вся вытяжка, у них тут свой канал, у каждого свой Вот внизу, второй этаж, у них свой канал, вытяжка, у нас свой был канал Этот канал, там его, наверное, годами никто не прочищал Договора заключены были с печными работами А проверять, наверное, никто не проверял Приходили они 9 числа, 9 апреля 2013 года А уж как они здесь проверяли, я не знаю Получается, колонка горела, работала В вытяжку бесполезно ничего не шло, как мне экспертиза сказала И сразу он пошел вот вверх из колонки, там вот вверху решеточки Он стал выходить угарный газ, в квартиру пошел А он без запаха, его не ощущаешь, ничего И сразу он очень быстро поступает, как бы, ну, в кровь в голову Он сразу его дает в голову И человек сразу падает и все, сознание теряет Если вы видите, что у вас должным образом не работает вентиляция Это очень опасная тенденция Поэтому письменное обращение в организации Что вы опасаетесь, что вы можете отравиться, что вы можете погибнуть Если вы сами не можете написать Обращайтесь к нам в ассоциацию потребителей Мы готовы подключиться к данной проблеме Последний пример, когда нам пришлось заниматься вопросами восстановления вентиляции Это был случай на улице Советской армии, дом 3 Когда 5 человек, в том числе маленький ребенок Страдали от того, что не работала система вентиляции Решение Октябрьского районного суда города Рязани В их пользу была изыскана компенсация за причиненные нравственные и физические страдания А также расходы, связанные с производством ремонта Закон о защите прав потребителя работает Когда грамотно его применяешь А затем последовала череда экспертиз Полтора года нервотрепки ни к чему не привели Расследование было приостановлено в связи с тем, что следователь, который вел дело Был переведен в другой отдел Екатерина Григорьевна осталась наедине со своим горем И 9-летним внуком, который до сих пор не может смириться с потерей родителей Следствие вел, следователь все вел Все следствие, как началось этого навести, так он все вел Меня информировал, наверное, было 4 независимых экспертизы Последняя экспертиза была 5 сентября Я жду ни звонков, ничего нету Думаю, позвоню, никто не отвечает ему Я поехала в прокуратуру Приехала в прокуратуру, мне отвечают А он уволился Уже уж его, наверное, два месяца нет, что ли, месяц Я говорю, а как же дело? Я говорю, мне на руках-то ничего нету С чего же мне начинать-то? Она говорит, ну, меня там пропустили к другому Следователю, пройдите Ну, я ему объяснила Он говорит, ну, хорошо, мы будем заниматься этим делом Документ у меня есть Он приостановил Написал в документе, приостановил Приостановлена, как там, работа 5 сентября выдал мне документ Объяснил, что мне делать, куда дальше мне идти А в результате мне ничего не выдало Пока я сама не написала заявление Я как получила, ну, здесь были праздники После праздников я теперь решила взяться за дела Халатность обслуживающей железнодорожный район Управляющей компании привела к смерти двух человек Монтажная компания, которая должна проводить в доме Трубопечные работы, приехала в день похорон Прочистили вытяжки Две жизни нужно было потерять Чтобы обслуживающие органы выполнили свои обязательства А теперь о криминале Рязанские полицейские сообщили о задержании двух злоумышленников Которые подозреваются в серии квартирных краж Злоумышленники действовали дерзко Похищали только золотые украшения И наличные деньги Однажды забрали дорогую шубу Следов взломщики почти не оставляли Оперативники уголовного розыска И эксперты-криминалисты вышли на двух жителей Столичного региона Которые неоднократно приезжали в Рязань Якобы по делам Старшему из приятелей 31 год Младшему 27 По словам задержанных Они приезжали в Рязань Высматривали квартиры с темными окнами И дверными замками С какими они могли бы справиться Затем пытались взломать дверь И если удавалось проникнуть в квартиру Похищали и увозили добытые ценности В соседнюю область Где сбывали по сходной цене В ходе оперативно-розыскных мероприятий Сотрудники полиции установили причастность злоумышленников Кражи из квартиры на улице Быстрецкой Совершенной еще в конце декабря В рамках дальнейшего расследования Выяснились новые криминальные эпизоды Есть те основания полагать Что ныне известный список пострадавших адресов Далеко не исчерпывающий Сотрудники уголовного розыска Проверяют причастность злоумышленников К другим аналогичным преступлениям В отношении подозреваемых Возбуждены уголовные дела По факту квартирных краж Аризанские дорожные полицейские Продолжают свои рейды По отлову пьяных автомобилистов Позавчера вечером Они задержали очередного нетрезвого водителя Поздним вечером 13 января На улице Соколовской сотрудниками ГИБДД Был остановлен автомобиль ВАЗ 7 модели В ходе проверки Дорожные полицейские выяснили Что 43-летний водитель Управлял транспортным средством Не имея водительского удостоверения Также ему было предложено пройти Освидетельствование На состояние алкогольного опьянения В результате которого выяснилось Что мужчина не трезв В общем целый букет неудач Преследовал в тот злополучный день горе водителя Ну а ночь мужчина был вынужден провести В камере административно задержанных А уже 14 января Он был доставлен в Октябрьский суд города Рязани По рассмотрениям этого административного дела Суд вынес постановление Что применить наказание В виде административного ареста На 11 суток Из зала суда водитель был доставлен В специальный административный приемник Где проведет ближайшие 11 суток Я алкоголь не потребляю Я выпил вот это джентоник Или как бы вот это То есть это не алкоголь Ну если вы считаете Что это алкоголь Я не знаю Административный арест В прошлом 2014 году Был применен как мера наказания Почти к 2000 недобросовестных водителей И еще информация От Рязанской дорожной полиции С начала года изменились размеры Государственных пошлин За регистрацию автомобилей И выдачу водительских удостоверений С 1 января 2015 года В силу вступили изменения В налоговый кодекс Российской Федерации Касающиеся размеров государственных пошлин За государственную регистрацию Автомототранспортных средств И прицепов к ним А также выдачу водительского удостоверения Теперь регистрация автомобиля С выдачей государственных регистрационных знаков Составит 2850 рублей Перерегистрация автомобиля С сохранением прежних Государственных регистрационных знаков Составит 850 рублей Выдача водительского удостоверения В настоящее время Обойдется в 2000 рублей Также особое внимание Собственников или владельцев Транспортных средств Хотелось бы обратить На их обязанность Регистрации транспортных средств Или изменение регистрационных данных В течение 10 суток После приобретения транспортного средства Или изменения регистрационных данных Таких как смена фамилии Смена адреса Или изменение конструкции транспортного средства За нарушение данных требований Предусмотрена ответственность В виде административного штрафа На физических лиц В размере от 1,5 до 2 тысяч рублей На должностных лиц От 2 до 3,5 тысяч рублей На юридических лиц От 5 до 10 тысяч рублей Напоминаем, что телефон информационной редакции Телекомпания Город 720020 и 720021 Если у вас возникают Какие-либо житейские Либо коммунальные проблемы Или неудобства То звоните нам И авторы программы Время говорить Постараются помочь Ждем ваших телефонных звонков Далее в эфире Программа подробностей Гостем в студии стал Председатель регионального отделения ДСААФ России Михаил Невдах Речь пойдет о той работе Которую сейчас проводят Работники общества На сегодня это все И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин